Хочешь играть в последние новинки, но они стоят слишком дорого? Заходи на kbox.su Здесь ты купишь CSGO, Battlefield 1 или же GTA 5 всего за 79 рублей. Не будь нищебродом, играй только в лучшие игры. kbox.su Ссылка в описании. Привет всем, у кого вновь есть непреодолимое желание посмотреть что-нибудь о любимой серии Fallout. В прошлом выпуске рубрики о существах из серии Fallout мы рассмотрели всех роботов из номерных частей серии. Сегодня же я предлагаю разобрать оставшиеся машины из дополнений и отчасти не каноничного Fallout Tactics. Спасибо за ядер лайк и квантовую подписку. Приятного просмотра. Начать стоит с Fallout Tactics, так как в нем очень много роботов и вышел он намного раньше, чем DLC, о которых я поведаю далее в выпуске. Вообще Fallout Tactics не частый гость моего канала и наверное стоит немножко остановиться на нем. Дело в том, что полное название данной игры Fallout Tactics Brotherhood of Steel и посвящен он, как нетрудно догадаться, братству стали. Что больше всего любит братство? Правильно, технологии довоенного мира. А это значит, что всю игру мы будем с этими самыми технологиями сталкиваться, в том числе и роботами. Как я уже сказал, роботов в этой игре полно, поэтому расскажу я о них вкратце, чтобы не занимать много вашего времени. Бегемот. Очень крупный насекомообразный робот, напоминающий жуков, которых моя бабушка травила на картофельных полях. Нетрудно догадаться, что он очень живуч и бронирован, при этом вооружен пулеметом калибра 0,50. Грузоподъемник. Тоже немаленький робот, но созданный для совсем иных функций. В бою его эффективность никакая, но вот грузоподъемность великолепная. Не хочу быть капитаном очевидность, но для перетаскивания тяжелых грузов этот робот и был разработан. Робот-гуманоид. Это что-то из разряда уж слишком фантастической мишуры. Похожий на какую-нибудь модель трансформеров, гуманоид серии S27, это человекоподобный робот средних размеров. Разработан он для того, чтобы понимать и имитировать человеческие речь и поведение. В него не встроены какие-либо орудия, но при необходимости данный робот может взять любое из пехотного оружия и использовать его по назначению. Робот-миротворец. Похожий на бегемота, огромный механический жук может обстрелять врага электричеством, что заставит потерять сознание любого, кто позарится на его шарниры. Порой человек от удара таким током может получить низкотемпературные ожоги и погибнуть, но не часто. Данный робот разработан, очевидно, для разгона недоброжелателей. Робот-охранник. Напоминающий мистера-помощника, данный робот никак не бронирован, а из оружия он использует установленный в него лазерный излучатель. Хотя порой на данных моделях могут установить аналог 9-мм пистолета-пулемета, но и без всего этого вооружения данная машина может легко настучать по щам. Ну и напоследок два небольших робота. Молния. Это насекомообразная машина с хорошей скоростью и проходимостью. Может закапываться в грунт и совершать высокие прыжки. По своей структуре это робот-паук, поэтому не стоит удивляться, если он вдруг поползет по стене. В бою же данное создание тоже не слабое. Огнестрела у него нет, но подобравшись к близких человеку, может с легкостью его разорвать. И последний наш герой, малютка, робот на воздушной подушке. Небольшой летающий дрон, который скорее всего создан для разведки. По своей сути, это робот-шпион Анклава, только в Fallout Tactics. Правда, для самозащиты данный бот вооружен тремя ракетами небольшого калибра, так что с малышом шутки плохи. Это все роботы из Fallout Tactics, а мы потихоньку переходим в дополнение для Fallout 3. Среди всех дополнений, лишь в Operation Anchorage и Mothership Z появились по-настоящему новые виды робототехники. В операции это робот-паук, китайский механический паучок, работающий как противопехотная мина. Суть его в том, что он лежит неподвижно, но как только улавливает движение врага, тот тут же встает на лапы и бежит в его сторону, чтобы сдетонировать. На корабле Zeta же обитают два вида роботов, служебный и охранный. Они очень похожи внешне, но задачи у них совсем разные. Если служебный при помощи своих длинных рук манипуляторов переносит вещи и оказывает всяческую помощь обитателям космического корабля, то охранный, как это нетрудно догадаться, этих обитателей защищает. Он вооружен клевой пушкой и хорошо бронирован. В дополнениях для Fallout New Vegas новых роботов появилось тоже не очень много. Два вида новых роботизированных врагов можно найти в дополнении Old World Blues. Первый это Y17 мобильный травмокостюм. О нем я уже рассказывал в выпуске о монстрах из Fallout New Vegas, но правильнее было бы все же добавить его сюда. Дело в том, что монстром это создание не является. Это полностью роботизированный костюм, которому для движения необходимо тело внутри, пускай даже от него и остался один скелет. Создан был данный костюм для того, чтобы если вдруг у человека в показателях здоровья случался сильный сбой, он принимал управление на себя и двигался обратно к базе. Правда, в какой-то момент все костюмы засбоили, и теперь бродит по локации Большая гора с самоходными гробами. Второй же вид робота в Большой горе это робоскорпионы. Созданные доктором Мебиусом, они исполняли роль охранников. Они могут использовать клешни в ближнем бою и бластеры на дальних дистанциях. В целом, больше о них рассказать и нечего. Довольно выбивающиеся из всеобщей атмосферы постапокалипсиса, эти красочные роботы встречаются группами по 4-6 единиц и являются своеобразной отсылкой к Скорпитронам из игры Wasteland 1988 года. В комментариях к прошлому выпуску вы несколько раз написали о киберпсах, но я не считаю данных животных роботами. Вы же не станете называть роботом Джакса из Mortal Kombat или Адама Дженсена из Deus Ex. Также и мозговые баки для мозгов ученых с Большой горы. Это просто колбы с мониторами, управляют которыми вполне живые и здравомыслящие мозги научных сотрудников. Это не робомозг, который, будучи лишь запрограммированный на что-то единицей, совсем не может размышлять. И на этом, я думаю, стоит закончить данный выпуск. Желаю вам приятной недели, а также ящики ядерняни. Жамкайте на рад подписку и думайте только о хорошем. Всем удачи и пока.